Здравствуйте! В эфире передача «Наш город» в студии Константин Перевозчиков. Сегодня расскажем о том, как развивались события «Что не нам сулят» и, конечно же, чем запомнилась эта неделя. Четверг на часах 18.00. Как и всегда, многолюдные по вечерам ТЦАТам принимают все новых и новых посетителей. Одни покупают продукты к вечернему столу, другие присматривают новую вещь в свой зимний гардероб. Третьи зашли выбрать замену старому холодильнику или телевизору. Все как обычно, до тех пор, пока приглушенный иглу в торговом центре не разрезает резкий звук. Тревога. В здании пожар. Это могло быть началом катастрофы, которая потрясла бы весь город. Но, к счастью, все события того вечера от начала и до конца были постановкой. Не театральным спектаклем, а настоящей учебной тревогой, которая должна наглядно показать, насколько Саров готов к тому, что события начнут развиваться по худшему из сценариев. Поэтому спасатели и не стали никого предупреждать. Выбрали время, когда парковка напрочь забита автомобилями, а на каждой кассе стоит очередь. Жестоко. Но другого способа предупредить трагедию нет. Как выяснилось уже на следующий день, тревога была более чем своевременной. Пожар спасательной службы, город Саров. На пульт Центральной пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в одном из магазинов торгового центра «Атом». Несколько секунд, чтобы надеть снаряжение и посадка в машину только за воротами гаража в целях соблюдения техники безопасности. Диспетчер, прежде чем работать вызов, она уже включается в нам тревоги. И личный состав, не узнавая, что и где как горит, выезжает, а уже в путь исследования узнает информацию. Буквально одна минута на сборы, и команда спасателей отправляется на выезд. Только, к счастью, сейчас в Сарове не происходит никаких пожаров. Это плановые учения в торговом центре «Атом». По сценарию планово-тактических учений, возгорание произошло на третьем этаже торгового центра. Двое покупателей оказались отрезанными от выхода. Они-то и сообщили о происшествии по телефону 101. Первоочередная задача пожарной бригады – спасти людей, которые остались в помещении и не могут выбраться самостоятельно. Остальные посетители и сотрудники торгового центра быстрым шагом отправляются на выход. Страшно. Конечно, страшно. Ну, нужно уходить быстро. Моя реакция. Проводить народ из зала. Чем быстрее, тем лучше. И самим, конечно, уйти. Вообще важно, чтобы люди реагировали, знали, куда уходить. Ну, реагировали. Но все равно жутко было. Ощущения такие, не дай бог, чтобы такое было. После срабатывания пожарной сигнализации по всему периметру атриума торгового центра автоматически опускаются специальные защитные шторы. Они сделаны из прочных огнестойких материалов и служат надежной преградой для распространения огня. Первоочередная задача – это отработка практических действий вместе с обслуживающим персоналу торгового центра и с нашими подразделениями. В течение считанных минут на место прибыли сразу несколько подразделений пожарной охраны. Стоянка очищена от автомобилей. Перекрёсток Духово силки наперекрыт. Из здания эвакуированы люди. Все силы спасателей брошены на ликвидацию огня. Отвесишься по правовому участку номер 2. 0,10-й тебя старше, как понял. При крупных пожарах рядом с местом происшествия разворачивается специальный оперативный штаб, где распределяются силы и ресурсы спасателей. Это своего рода связующее звено между подразделениями и пункт управления процессом ликвидации чрезвычайной ситуации. Всего в тушении пожара приняли участие 7 единиц специальной и вспомогательной техники. С поставленной задачей, считаю, сотрудники, наши сотрудники и сотрудники администрации данного торгового центра справились на хорошо. Средства обеспечения пожарной безопасности данного торгового комплекса сработали в полном объёме и в то время, которое необходимо для этого. Для проведения учений специально было выбрано время час пик. Стоянки, заполненные автомобилями, в продуктовом супермаркете и на этажах торгового центра масса покупателей. Здание центра оснащено всеми средствами обеспечения пожарной безопасности. И самое главное из них – это система оповещения при пожаре. Следующая система – это система дымоудаления и так называемая противопожарная завеса, которая ограничивает воздействие опасных факторов пожара на посетителей торгового центра. Это дым, повышенная температура, пламя, искры. Эти планово-тактические учения самые масштабные за последние несколько лет. Действия всех задействованных в учениях специалистов получили положительную оценку. Спустя чуть менее суток у «Атома» вновь появилась пожарная техника. На этот раз причина абсолютно реальная. В пекарне продуктового супермаркета произошло задымление. В помещении произошло задымление электропечи. То есть пошёл дым, ну как бы сразу пекари сработали в штатном режиме. Спасатели не обнаружили открытого огня, своевременно ликвидировали последствия сгоревшей проводки в пекарне магазина. И после устранения задымления и неприятного запаха торговый центр заработал в прежнем режиме. Лето в этом году уходило неохотно. Только к концу сентября осень окончательно потеряла терпение. За несколько дней красные столбики на термометрах заметно съёжились. А по окнам забарабанил дождь. Настала пора включать тепло. Старт отопительного сезона в Сарове назначили на 27 сентября. Правда, специалисты сразу предупредили, что процесс заполнения труб горячей водой займёт несколько дней. О том, есть ли из этого правила исключения и насколько Саров готов к отопительному сезону, узнали мои коллеги. Пока весь город находится в ожидании, жители Саровской ривьеры уже наслаждаются теплом в своих квартирах. Здесь теплоузел устроен так, что для отопления используют систему горячего водоснабжения. А значит, жильцы могут сами решать, какой будет температура воздуха в их квартире, независимо от сезона. По просьбе определенных собственников, их было достаточное количество, мы уже подали в систему теплоноситель. Общедомовые все магистрали уже запитаны. И собственники могут сейчас самостоятельно подать тепло в свои квартиры, если у них есть такая потребность и, соответственно, возможность мы уже предоставили. Тепловые узлы в домах жилого комплекса спроектированы таким образом, что управляющая компания может поддерживать в домах комфортную для жителей температуру на протяжении всего года. К тому же такая система отопления позволяет собственнику значительно экономить и не переплачивать за услуги ЖКХ. Мы используем передовые технологии в системе отопления, в данном случае горячего водоснабжения. Они позволяют, во-первых, каждому дому быть по сути автономным и каждой квартире быть автономным. Каждому собственнику принимать решение самостоятельно отапливать в данном случае, начинать отопительный сезон 27-го числа, как мы говорим, либо 25-го, либо 30-го числа, тем самым экономя определенный ресурс. По нормативным документам отопительный сезон начинается тогда, когда температура за окном в течение пяти дней не превышает 8 градусов. Но запустить тепло могут и раньше. В Сарове отопительный период начнется уже 27 сентября. На появление тепла в каждом доме может понадобиться до трех суток. Готовность объектов жилищно-коммунального комплекса составляет 98%. Готовность жилищного фонда – 99,3%. Не стопроцентная, потому как у нас некоторые дома на капремонте. Работы завершаются. Капремонт проводился сразу в четырех домах. Силкина 16А, 40, Ленина 8 и Советская 6. Не все работы доделаны, но системы теплопотребления к пуску готовы. А это значит, что аварийных ситуаций, как в прошлом году, не предвидится. К тому же ужесточился и контроль за работой управляющих компаний. А все обращения граждан о проблемах с отоплением отслеживают в дежурной диспетчерской службе ГОИЧС и передаются в Департамент городского хозяйства и прокуратуру Сарова. Команда проекта «10 песен атомных городов» во главе с продюсером Тимуром Ведерниковым посетила Саров. Для коллектива профессиональных операторов и звукорежиссеров этот визит стал завершающим этапом большого турнира по городам присутствия предприятий и атомной отрасли. В прошлом году проект «10 песен атомных городов» объединил несколько сотен талантливых людей самых разных возрастов и профессий, живущих и работающих в городах присутствия Госкорпорации «Росатом». Итогом работы музыкантов стали 10 видеоклипов, которые покорили сердца любителей музыки. Когда можно будет увидеть продолжение, узнали наши корреспонденты. Пока в одних кабинетах молодежного центра идут занятия с детьми, из звукозаписывающей студии доносятся громкие мужские голоса, звуки трубы, тубы, барабанов. Военный оркестр Саровской дивизии принимает участие в новом сезоне проекта «10 песен атомных городов». Идея проекта «10 песен атомных городов» проста. Небольшая команда ездит по стране с мобильным комплектом звукозаписывающего и съемочного оборудования. Находит талантливых интересных музыкантов и записывает их. Таким образом собирается необычная аранжировка из звуков и голосов исполнителей с разных уголков страны. В новом сезоне география участников значительно расширилась. Организаторы проекта уже посетили 20 городов и, наконец, добрались до Сарова. Саровские музыканты вообще отличные. Если вот так получилось, что два города в нашем плотном графике, всего два города, на которых мы выделили три дня, именно по причине того, что есть большое количество именно музыкантов. И вот один из городов – это Ковров, а второй – это Саров. Три месяца плодотворной работы без выходных ради того, чтобы жители нашей страны смогли увидеть 10 новых уникальных клипов, но уже известные и любимые многими песни. За это время создатели проекта успели не только отобрать участников и снять видеоматериал, но и устроить в рамках проекта десяток концертов. Что новое, кстати, в этом году – это у нас появилась история, опробованная, кстати, в городе Саров. Это мы сделали живую версию нашего проекта. В прошлом году уровень исполнителей был настолько высок, что в этот раз было сложно отобрать участников. Но все-таки новых интересных музыкантов зритель увидит. Первый клип появится в сети уже в декабре. Мария Рунч, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24. 27 сентября в России отметили День работников дошкольного образования. Конечно, обойти вниманием такую дату было бы совершенно непростительно. В честь праздника в Департаменте образования прошла торжественная церемония награждения тех, кто решил посвятить свою жизнь воспитанию малышей. Именно чутко и трепетно отношения к своим подопечным Елена Бельдюгина считает главным в профессии воспитателя. За плечами у Елены 25 лет педагогического стажа. И семь из них она посвятила работе с малышами в детском саду. Наша работа трудна, это понятно. Но когда получаешь от детей какую-то отдачу, их искрящиеся глаза, то, не знаю, этот мне нравится. Профессиональный праздник педагогов дошкольного образования еще очень молод. В нашей стране он отмечается в 14-й раз. Но профессия воспитателя берет свое начало в середине 19-го века. За свою историю она прошла через множество реформ, но одно осталось неизменным. Воспитатель детского сада – один из главных людей, которые участвуют в формировании личности ребенка. Я постоянно восхищаюсь и даже не понимаю порой вас, у которых столько терпения, столько доброты, столько желания помочь ребенку. Я хочу вам это пожелать не только хороших детей, но и понимающих родителей. В честь праздника почетными грамотами наградили тех, кто посвятил свою жизнь этой благородной профессии. Обращаясь с поздравлениями к педагогам, представители администрации отметили высокий профессионализм воспитателей нашего города. Каждый из них, каждый день на этой работе делает все, чтобы наших малышей окружала атмосфера тепла, дружбы, любви. После официальной части гостей поздравили дошколята. Танцы, песни и стихи в этот день они посвятили своим наставникам-воспитателям. Но и сами педагоги не остались в стороне и проявили свои актерские способности в творческих номерах. Елена Грискова, Артемий Глазков, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24. На протяжении многих лет православный волонтерский центр «Радость моя» помогает тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Начиная с февраля пожертвования принимают в гуманитарном складе, который за короткое время успел стать настоящей палочкой-вручалочкой, как для нуждающихся, так и для самих волонтеров. Здесь можно получить одежду, продукты питания и другие предметы первой необходимости. Или принести все это самому, если вы не хотите оставаться в стороне от чужего горя. О том, в чем прямо сейчас нуждаются люди, узнали мои коллеги. Гуманитарный склад на улице Пушкина – это место, где человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, может взять вещи первой необходимости и для взрослых, и для детей. Одежда, обувь, игрушки, коляски – все это можно подобрать на любой возраст и размер. Но сейчас нескольким саровским семьям нужна мебель. Маленький раскладной диван, детский стол и стульчики. Еще для погорельцев в городе Саров просим холодильник. БУ небольшой, то есть у человека не осталось никаких вещей. В Саровский центре милосердия часто обращаются из Дивеева. В сентябре попросили помочь с велосипедами – детским и подростковым. А также бытовой техникой для кухни. Чтобы готовить еду, нужна мультиварка. Волонтеры всегда откликаются на призывы о помощи и всегда находят способ помочь. Звонят по телефону центра милосердия, могут назвать там, в чем нуждаются. Мы собираем так называемую, так сказать, посылку, добрую посылку. Вещи для девеевцев передают либо через добровольческий пункт выдачи, либо привозят на дом нуждающимся. Анна Куцых напомнила, чтобы получить помощь, нужно прийти на гуманитарный склад, написать заявление и выбрать необходимые вещи. Если чего-то еще не смогли подобрать, то эта заявочка остается, и мы по ней работаем. Потому что люди постоянно подносят вещи, и среди новых вещей может оказаться то, что им было нужно. Передать вещи можно через церковный гуманитарный склад, который находится на улице Пушкина, дом 24А. По вторникам и четвергам после пяти часов вечера, а в субботу с девяти до двенадцати часов. Елена Грецкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Во Дворце детского творчества обсудили перспективы развития городского проекта «Профтренд». Педагоги и заместители директоров школ по воспитательной работе определили набор специальностей, с которыми предстоит познакомиться ребятам. Сегодня популярный городской проект приобрел новый формат – профессиональные пробы. Что это такое, расскажем прямо сейчас. Подвести итоги прошлого года и наметить вектор дальнейшего развития. Заместители директоров школ встретились во Дворце детского творчества на семинаре практиками проекта «Профтренд». Педагогам предстояло определить перечень специальностей, с которыми предстоит познакомиться школьникам в рамках нового сезона профессиональных проб. Чем больше детей мы вовлекаем в профориентацию и самоопределение, чтобы ребенок понимал уже, чем он будет заниматься, когда вырастет, тем лучше, конечно, для детей. Лазерные фокусы, химический кроссворд, опыты головоломки с чертежами, тест на знание правил этикета. Кураторы проекта «Профтренд» предложили педагогам самим пройти станции атомного квеста, в котором с большим удовольствием участвовали школьники в прошлом учебном году. Наши специалисты, ведущие и молодые, заинтересованные, они представляют в очень необычном свете свою специальность. И у ребят тоже трансформируется вот это понимание видения специальности. Сегодня сложно найти школьника, который бы не участвовал в интересных встречах проекта «Профтренд». Квесты, мастер-классы, встречи и дискуссионные клубы. Благодаря различным форматам проекта ребята смогли лично пообщаться с представителями любимой профессии. Чем точнее целевая аудитория, чем точнее попадание и интерес детей есть к той или иной профессии, тем содержательнее встречи в дискуссионном клубе. Все события «Профтренда» в этом учебном году пройдут в едином формате – профессиональные пробы. По итогам семинара практикому был определен набор специальностей, с которыми познакомятся школьники. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». И еще немного о дворце. На минувшей неделе там прошел городской слет союза старшеклассников «Статус». Представители молодежных школьных организаций разработали идеи празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Высказали свои предложения по темам занятий в школе «Лидер» и обсудили план работы общественного объединения на ближайшие 8 месяцев. Всем, кто не хочет ограничивать свою школьную жизнь только уроками, оценками и полезными знаниями из учебников – прямая дорога в статус. Здесь старшеклассники творят, узнают, создают. Впереди у подростков целый учебный год в рядах молодежного общественного объединения. И каким он будет, решат участники слета городского союза старшеклассников. Все люди, которые связываются вообще с этой организацией, они в первую очередь люди креативные, собственно, позитивные. И хотят вообще как-то развиваться и хотят улучшить свой город. Ученица пятой школы Алина Борисевич, выпускница союза детских организаций «Сияющие звезды», успела побывать председателем пионерской организации и получила звание инструктора. Этот полезный опыт Алина постарается применить в статусе. Новичок союза старшеклассников участвует в мозговом штурме и вместе с другими ребятами разрабатывает новые идеи. У каждого человека и вообще у каждого ребенка свой взгляд. Он может увидеть ситуацию с немного другой стороны. И он скажет, а я вот предлагаю так. И всем это понравится. Они действительно подумают, посмотрят вообще со стороны ребенка, как это выглядит. И они, наверное, подумают, типа, да, это действительно классно. Работа в статусе строится на нескольких принципах. Самоуправление, самостоятельность, равноправие и сотрудничество, гласность и открытость. Перед тем, как окунуться в общественную жизнь города, старшеклассники проходят подготовку в школе «Лидер». Никогда не поздно быть активным. Тем более 11 класс, куда еще свой актив-то растрачивать. Я приобретаю опыт общения с людьми, причем нестандартное такое общение, вне классное такое вот, необычное. Мы говорим о тех темах, о которых обычно не говорят. Евгений Бикетов в этом году заканчивает школу и готовится поступать в вуз. Но загруженность в школе, факультативы и репетиторы не мешают Жене принимать активное участие в жизни статуса. Тем более, что опыт, полученный в стенах Дворца детского творчества, поможет ему в усвоении специальности, связанной с точными науками. Физика и математика – это такие вещи, которые без общественной жизни или вообще без какого-то отвлечения просто невозможно делать. Я с ума сойду, если будут только одни числа, там физика, нужно где-то участвовать еще. По итогам работы 23-го городского слета союза старшеклассников были определены темы, которые в этом году обсудят на школе «Лидер» и сформирован ряд идей празднования предстоящего Дня Победы. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. В Музее ядерного оружия прошел интеллектуальный исторический квест под грифом «Совершенно секретно». По инициативе пресс-службы РФЦНЕФ многие сотрудники СМИ впервые побывали в музее не по работе, а в качестве гостей. Редакторы, журналисты, фотографы и операторы прошли шесть тематических станций, на которых отвечали на вопросы об истории советского атомного проекта и нашего города, а также сдали атомный экзамен. Журналистика – это очень интересная профессия. По роду своей работы мы много где бываем и много что видим. Но на локациях мы обычно готовим материалы к эфиру, и у нас просто нет времени подробно все изучить и рассмотреть. Но в Музее ядерного оружия решили эту ситуацию исправить и пригласили саровских журналистов на интеллектуальный квест. Две команды, шесть станций, вопросы и задания на знание истории города и атомного проекта. За час саровские журналисты ближе познакомились с экспонатами Музея ядерного оружия. Чтобы пройти все испытания, нужно было не только вспомнить, чему учили в школе, но и проявить свои творческие способности и внимание. Интересно было посмотреть экспонаты поближе, когда здесь нет толпы посетителей, и ты сам в роли человека, для которого проводят мероприятия. Были интересные вопросы. Вообще, спасибо большое ядерному центру и сотрудникам музея за то, что они организовали такое мероприятие для нас. Пресс-служба в НИЭФ решила организовать такое мероприятие для журналистов впервые. Но для Музея ядерного оружия подобные интеллектуальные квесты – дело привычное. Студенты, школьники, молодые специалисты и гости города уже давно знакомятся с экспонатами именно в таком интерактивном формате. Это альтернатива экскурсии, потому что нужно развиваться дальше, потому что приходит молодежь, потому что стоять и слушать – это скучно, а вот если еще и самим поучаствовать. А порой мы применяем здесь и мастер-классы по нашей теме, как ни удивительно, все это себя оправдывает. Квест – это соревнование, и одна из команд оказалась быстрее. Но без подарков не остался никто. Каждый из участников получил сувениры с символикой Ирфяцвнеев и именные грамоты в память о мероприятии. Организаторы подошли очень творчески к этому приключению, очень информативно. Мы все загорелись. Наша команда называлась «Физики», хотя, конечно же, никто из нас к физике профессионального отношения не имеет. Но действительно было очень интересно. Такие мероприятия – это, в первую очередь, возможность журналистам в неформальной обстановке пообщаться друг с другом и с представителями пресс-служб города. Поэтому Ирфяцвнеев планирует проводить подобные творческие встречи регулярно. Лидия Шулаева, Артемий Глазков, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. Несмотря на все усилия стражей правопорядка, в регионе вновь участились случаи хищения денег. При этом мошенники даже не особо стараются придумывать новые схемы. В ход идут уже известные многим звонки от якобы родственников и способы обмана с использованием мобильных банковских сервисов. К сожалению, доверчивые граждане, зачастую пенсионного возраста, по-прежнему продолжают попадаться на удочку преступников. Авито, из рук в руки и другие подобные интернет-сайты для размещения объявлений о товарах от частных лиц все чаще становятся одним из звеньев мошеннической схемы. Так, Саровчанин нашел по объявлению автомобиль своей мечты, стоимость которого была на порядок ниже рыночной. Продавец убеждает мужчину сделать предоплату, и покупатель несколькими траншами полностью оплачивает машину, которую ни разу не видел. В итоге 980 тысяч переводит гражданину, мошеннику, через банкомат, со своей карты, с нескольких карт. После этого телефон выключается, лица, который продавал. Сотрудники полиции за 8 месяцев этого года зафиксировали более 100 заявлений о мошенничестве в отношении саровчан. Раскрыто лишь 30%. Зачастую номера телефонов аферистов зарегистрированы за пределами Нижегородской области и даже России, что усложняет раскрытие преступлений. Если граждане находят такие объявления и начинают общаться с продавцами, и если те просят 100% предоплаты, это надо задуматься над этим. В 99,9% случаев это мошеннические действия. Как бы ни была соблазнительна цена и краснощив продавец, убеждающий перевезти ему деньги прямо сейчас, стоит взять перерыв и обдумать сделку еще раз, взвесить возможные риски и привлечную выгоду от сделки. Каждый хочет купить хорошую вещь и очень дешево, но бесплатный сыр бывает только в мошеннике. Этим и пользуются мошенники. Чтобы не оказаться в итоге без средств и безоплаченного товара, не переводите деньги незнакомым лицам. Перепроверяйте всю полученную во время разговора информацию. Даже если собеседник на том конце провода представляется сотрудником правоохранительных органов и обещает решить проблему в обмен на круглую сумму. Школа-интерната «Тропа здоровья» и «Основы безопасности жизнедеятельности». За это время она разработала большое количество методического материала, который успела представить на различных профессиональных конкурсах города и области. С авторским проектом «Тропа здоровья» Татьяна стала призером всероссийского конкурса «Школа здоровья-2018». Мы использовали территорию нашей школы, оборудовать которой помогли нам сами ребята на уроках труда. То есть они сами это все делали, помогали нам, раскрашивали, расставляли. И у нас получилась так называемая «Тропа здоровья». На территории школы находятся несколько станций, по которым мы двигаемся на занятиях уроков здоровья, выполняем задания. Начинается «Тропа здоровья» со станции «Код ученый». Здесь ребята получают первое задание, после чего отправляются на следующие этапы квеста. Так играя, они осваивают программу многих школьных предметов. На этой «Тропе здоровья» можем объединить несколько предметов. Соответственно, создать для ребенка полную картину мира, влияние природы на человека, как человек может влиять на природу, как можно развиваться, чтобы быть здоровым, как надо заботиться об окружающей среде. То есть, это вот, скажем так, вот этим она, наверное, и хороша. Татьяна Комарова уверена, если в проекте «Тропа здоровья» доработать некоторые детали, его можно будет смело отправлять на конкурсы всероссийского уровня. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. В сентябрь время подводить итоги дачного сезона. Несмотря на то, что лето в этом году выдалось засушливым, опытным садоводным огородникам есть чем похвастаться. Бабушки и дедушки ветеранской организации провели осенний праздник урожая. Подробности далее. Овощи, фрукты, ароматная зелень, варенье из летних ягод, румяные пироги и, конечно, осенние цветы. Астра и георгины. На столе не осталось свободного места. Каждый старался внести свою лепту в организацию праздника, поделиться урожаем и обменяться опытом выращивания огородных культур и кулинарными рецептами. И перцы, и помидоры, и морковь, и все остальное, чего только нет. Мы единственное, что не притащили огромную тыкву, которую наша соседка по огороду вырастила. Какой же праздник без музыки? Русские народные песни и хиты советских лет для гостей вечера исполнила ансамбль «Улыбка». Поздравили пенсионеров с окончанием дачного сезона и похвалили за кулинарное мастерство депутата городской думы. Прошел бы мимо этих ваших осенних дорог, и снова захотелось есть. Все настолько вкусно и настолько красиво. Главное для пожилых людей – это собраться вместе и обсудить насущные проблемы. А если есть повод для праздника, то это вдвойне приятно. Общественная организация ветерана города Сарова старается чаще радовать своих участников и устраивать для них маленькие торжества. Праздник урожая – это традиционные посиделки за чашкой чая. Для того, чтобы людей приобщить, для того, чтобы они пришли, послушали песни хорошие. Потом кто что может делать, чтобы тоже принесли на столе сколько всякой снеги. Во время чаепития поздравили юбиляров и вручили им памятные подарки. В этом году 85 лет отметил Егор Мульдияров, а 90 лет – Тамара Бодунова. Елена Грескова, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров, 24. Мушкетеры, красноармейцы, солдаты имперской Германии. За десятки столетий фигурки солдатиков из обычных игрушек для мальчишек превратились в носители истории. По ним можно определить, как выглядели бойцы вооруженных сил различных стран и эпох. Возможность прикоснуться к истории появилась и у саровчан. В нашем городе открылся музей военно-исторической оловянной миниатюры. Свою армию оловянных солдатиков Вячеслав Лопашов начал собирать еще в детстве. Первыми экспонатами стали пограничник с собакой и лыжник. За полвека службы время не пощадило бойцов, и краска почти стерлась, но они по-прежнему стойко стоят на посту. Детская игра постепенно переросла для Вячеслава в увлечение всей жизни. Я их собираю по одному, по два, по три, по несколько. В стране, в городе, в других странах. Где-то сам покупаю, где-то привозят люди. Военные музыканты, десантники, мушкетеры, средневековые рыцари в кольчугах и еще сотни и сотни представителей различных родов войск. Оловянные воины разных эпох и стран навечно застыли в готовности принять бой за свою Родину и Отечество. Это же интересно. Понимаете, такая целая история мира. У тебя история на столе, у тебя в шкафчике. Я бы посмотреть могу не только я на нее, но на нее могут посмотреть другие люди. Каждый воин занял свое место в строю на полках музейных стеллажей, которые представляют собой конкретное историческое событие. Теперь уникальную коллекцию может посмотреть каждый желающий в Центре военно-патриотического воспитания, который открылся на базе Клуба здоровья. То, что здесь представлено и то, что вы сегодня здесь увидите и услышите, это большая-большая ценность, которую надо просто-напросто беречь, приумножать и доводить до сведений наших горожан. Первыми гостями музея стали педагоги, родители, воспитанники Центра внешкольной работы. Мальчишки и девчонки с интересом рассматривали миниатюрных солдатиков и слушали пояснения. Это были главные новости этой недели. Смотрите наши передачи на официальном канале в Ютубе. Также мы есть во всех крупных социальных сетях. Вконтакте, Одноклассники и Фейсбук. До встречи через неделю.